Друзья, всем привет! После небольшой паузы вновь возвращаюсь к вам и есть о чем поговорить. Новая HyperOS с Android 16 выходит на некоторые аппараты Xiaomi и в этом видеоролике я вам продемонстрирую, что же нового в этой прошивке будет, в принципе стоит ли обновляться, ну и какие возможно проблемы здесь могут быть. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Как и полагается, компания Xiaomi выполняет рассылку этих всех новых прошивок с актуальными версиями Android только на флагманские аппараты. И на сегодняшний день лишь только Xiaomi 15, 15 Ultra и Xiaomi 14T Pro могут рассчитывать на такую привилегию. Установил я прошивку, получается, через три точки, никаких там дополнительных телодвижений я не выполнял, но опять же тут нужно быть тестером. Получается, что я могу отметить вообще в принципе по этому обновлению более так коротко. Я вообще думал, что в этой прошивке разработчики пофиксят все известные проблемы и больше ничего добавлять не будут. И что же касается фикса проблем, то в принципе это так все и произошло. Они улучшили быстродействие, улучшили оптимизацию, ну и в принципе аппаратом стало пользоваться куда лучше, чем это было ранее. И да, спасибо, что они собирают всю информацию в плане вот отзывов и обратной связи от пользователей. Я как бы понимал, что это обновление больше у нас подходит по то, чтобы разработчики протестировали перед уже таким стабильным релизом Android 16 и в принципе я остался доволен. Еще из такого примечательного могу отметить, что автономка стала повеселее. Все вы знаете, что в HyperOS 2 есть проблемы с автономностью на смартфонах Xiaomi. Никакие оптимизации, допустим, вы мне можете сказать, не помогают, никакие там заморозки приложений, там никакие вырезания, их удаления и прочее не помогают как бы в этом моменте. Но в этом обновлении могу отметить, что при использовании там двух симок, при смешанном использовании там телеграмма, ютуба, музыки чуть-чуть, и звонков, соответственно, аппарат живет, ну чуть больше, ну давайте так по процентам, где-то на процентов 5-10 живее он по сравнению с предыдущей прошивкой под управлением Android 15. И да, как бы дожидаемся, что когда-нибудь там в HyperOS 3 разработчики дадут нам куда лучше автономную работу аппарата, и мы в принципе этим с вами будем довольны. Ну а мы с вами двигаем по настройкам, вас возможно интересует, что же такого глобального разработчики добавили. И возможно кто-то из вас может догадаться, что что-то должно было перекочевать из китайской прошивки в глобальную, и вы будете правы. У нас получается новый такой разделчик находится в подразделе уведомлений строка состояния, а именно настроить переключение экрана. Я вообще почему-то не совсем понимаю, ну в принципе перевода этого раздела, хотя это не совсем так должно выглядеть. Но да ладно, получается мы с вами все так же можем выбирать количество отображаемых значков уведомлений, 1 или 3 значка, ну или же вообще в принципе их не отображать. К сожалению не добавили палитру всех уведомлений, но опять же возможно в будущем когда-то это добавят, и добавляют возможность нам с вами подключать то, что мы хотим с вами видеть в строке состояния. И сколько времени должно было пройти, чтобы разработчики наконец-то это вернули в глобальную прошивку. Видимо опять же еще столько же, мы будем ждать какие-то другие нововведения, которые пользователи просят, которые все хотят увидеть, но разработчики видимо делают вид, что они об этом не слышат и они об этом не знают. Больше других изменений по этому разделу, к сожалению я найти не смог. Те кто еще также смотрели видеоролики по HyperOS 2.2 или же 2.0.200, вы наверное замечали, что в разделе блокировка экрана был интересный такой подпункт, который нам позволял менять ярлыки на экране блокировки, вот эти вот я имею ввиду. И сюда получается можно выставлять разные значки ярлыки, но к сожалению в этой версии прошивки чуда не произошло и этого не добавили. Но подождем и посмотрим, что же там когда-нибудь разработчики нам еще внедрят. По разделу Xiaomi HyperAI ничего нового нет, хотя разработчики чуть-чуть спойлерили о том, что добавят улучшенный AI поиск, улучшить в принципе алгоритмы всей этой работы на HyperAI, но пока что именно вот даже в 16 андроиде ничего нового, увы, они не добавляют. Хотя очень приятно, что они полноценно допилили перевод этого раздела, потому как в предыдущей прошивке именно официально стабильно для Xiaomi 15 был недоперевод. И по всем оставшимся разделам, которые вас могли бы заинтересовать, в принципе-то ничего разработчики нового и не добавили. То есть в основном, как я и сказал, у нас была сконцентрированная их работа на оптимизации, быстродействии, в принципе, чтобы аппарат лучше себя чувствовал, чтобы была отзывчивость куда повеселее. Ну и чтобы, в принципе, пользователи реально понимали, что они обновляются до Android 16. Сейчас же еще некоторые из вас мне могут сказать, что есть интересная пасхалка в разделе персонализация. Она у нас, получается, касается эффектов сканера отпечатка. И многие знают, что компания Xiaomi, ну вернее разработчики компании, убрали цветные отпечатки пальцев. И только вот относительно недавно в китайской прошивке они это обратно вернули. Но на глобалке, как вы видите, у нас они монохромные и никакой цветастостью не пахнет. Да, я понимаю, вы мне можете сказать, что вот поди поставь себе root права, поставь модули и будете без счастья. Но опять же, все должно быть по умолчанию. Если это раньше было, то уж извольте это вернуть назад, и чтобы это полноценно работало. Отдельно на динамических AI обоях я останавливаться не буду, потому что я делал один видеоролик такой большой пост всем сервисам Xiaomi Hyper AI. Кому интересно будет, в описании оставлю на него ссылку. Ну и в принципе, по всем оставшимся разделам разработчики ничего нового не добавили. Возвращаясь же на рабочий стол, могу отметить следующий такой приятный момент. Разработчики по умолчанию обновляют здесь приложение камеры. И вы у меня можете спросить, что же это за такая версия. Получается, это версия 6.0 1441. Это та самая улучшенная камера для смартфонов Xiaomi, которая действительно многое меняет в принципе теперь в понимании как софта от компании Xiaomi, ну и в принципе по возможностям фотографии. Также было заявлено, что в новой версии были подтянуты алгоритмы для фотографий. И сравнив то, что я сделал вот на примере этой версии, то что было еще на версии с 15 андроидом, то разница заметна. Разработчики подтянули и контрастность, и детализацию подтянули. Ну в общем, одним словом, я по камере остался доволен. По всем оставшимся стоковым проложухам разработчики особо не прошли, скажем так. И тут не стоит ожидать какого-то чуда по галерее, не стоит ожидать какого-то чуда по безопасности. Но опять же, если вы любите все ставить себе самостоятельно, то в описании вас будет ожидать актуальные ссылки на стоковые обновления. Ну и что же, теперь давайте подведем с вами итог. HyperOS 2 и Android 16. Хороша ли эта комбинация? На сегодняшний день я вам могу сказать следующее, что в принципе данная история весьма очень хороша. В том виде, в котором она есть на сегодня, мне она очень понравилась. Работает в принципе все без нареканий. Да, возможно где-то к чему-то можно придраться, ну если уж так под микроскопом это все разглядывать. Но я как с компанией Xiaomi уже давно знаком, то в принципе я могу отметить, что это очень даже хорошо. Надеемся, что в стабильной версии это все не растеряют, и аппараты будут работать очень и очень хорошо. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.